здравствуйте дорогие рукодельницы с вами мастер-классы татьяна щепкина я вам представляю новый проект вот такая вот куколка ручки у нее из фарфора всякие атрибуты волосики бантики ботиночки все это мы сейчас начнем делать бантик здесь тоже для украшения все это что вы видите мы сейчас начнем можно вот поднять вот так не будет без этого шарфика то есть все это мы сейчас сделаем взяла капроновый носочек вот такой вот вид у него и отрезала кусочек который мне нужно будет для работы это 8 сантиметров на 9 я взяла здесь немножечко длиннее ну и в то же время как он по-разному тянется поэтому непонятно как он себя поведет вот этот кусочек я вам показываю я совершенно чуть-чуть вот здесь я повырезала эти уголки всего-навсего и теперь соберу это все на ниточку вот так вот так Продолжение следует... 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 здесь тоже закрепочка можно еще раз пройти для того чтобы увериться что затяжка останется закреплена хорошо не разойдется и приступаю к второму как второму глазику смотрю еще раз можно здесь сделать уже узелочек для того чтобы не разошлось не отпустила и отсюда же выхожу во вторую намёточку вот и а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я наметила точки для того, чтобы сделать утяжку носика. Вверху две точечки и здесь внизу две точечки. Тоже сейчас приближу к камере. Так внимательно посмотрите. И можно остановить камеру. И опять же отсюда, в задней части я начну делать утяжку. То есть перехожу сюда в носик. Вот первая утяжечка. Отступаю немножко. И выхожу во вторую точечку намеченную. И здесь тоже отступаю немножко. Ну, как всегда. И возвращаюсь в эту точку. Теперь захожу... Можно убрать вот эту. Мы уже сделали. Теперь аккуратненько возвращаюсь. Вернее, прохожу во вторую эту точку. Намеченную нами. Вот. Я думаю, видно. И убираю вот эти заколочки. Вот. Утяжечку можно сделать. Можно накрест сделать. Если видно, что где-то как бы кажется, одна половина вот этого носика, допустим, затянута не так, значит просто пройти. Это уже такой творческий процесс. Вот. Как видно, потому что капроны, это с ним работать как бы тяжеловато получается. Вот. Чтобы это такая скульптура, которую мы с методом утяжки делаем. Как бы. Вот. И тут уже нужно посмотреть. Если нужно, я пройду наискосок. Если нужно, пройду сюда. Я смотрю, как у меня получается. Вот. Теперь поближе к камере я показываю и еще одну утяжечку мы сделаем. Вот. Смотрите, как она где-то посередине здесь носика. Как кому удобнее видно, я его так еще поставлю. И сейчас сделаем следующую утяжечку. Тоже, конечно, с капроном очень сложно, чтобы получилось все ровненько. Носик маленький. Значит, это вот ниточка, которая у меня здесь. Я в эту точечку вхожу и выхожу в следующую намеченную. и захожу сюда. потягиваю, получаю такой кнопешный маленький носик. вот такой. Теперь отсюда захожу вот эту точку в одну из точек. И теперь мне просто нужно зафиксировать. и теперь из этой точки, откуда я вышла, я прохожу сюда, как бы закрепляя ее. то есть утяжечка закрепляется. Вот я подтягиваю носик. прохожу сюда, еще здесь, вот, вторую, если видно точечка, захожу во вторую точку и тоже ее подтяну. все, теперь я закреплю ниточку и обрежу. И теперь показываю еще две точки, на которых я буду делать утяжку. Вот утяжки, вот, так это зрительно нужно посмотреть, вот, потому что в сантиметрах это не измерить. здесь вот эти две точки, и я отсюда в задней части выхожу сюда в глазик, отступаю и выхожу сюда в первую точку. тоже отступаю здесь немножко пол сантиметра и опять выхожу в точку глазика. делаю это два раза, можно два-три, сейчас я посмотрю, нужно сделать столько раз, сколько вы считаете нужным, если где-то как-то затянуто некрасиво, вот, или еще чего. я сейчас, например, зайду вот сюда в эту крайнюю точку, вот, и потяну ее тоже. видно, да, теперь отсюда захожу в точку глаза как, точно так, как мы делали сюда. отступаю и следующая точка как бы утяжки. это то ли подбородок можно назвать. вот для закрепления прохожу еще раз. утягивая не перетянуть. и опять точка это последнее. рассматриваем, чтобы было пропорционально, может, что-то нужно немножечко так, вот, убрать, подровнять. ну, в принципе, вот, получилось на этом этапе. вот так. затянуто. я перехожу сюда на заднюю часть, и обычно, и здесь я уже сейчас еще раз проверяю утяжки, и здесь я уже закреплю ниточку. теперь еще вот две затяжки, это мы сейчас сделаем ротик. я опять приблизила к камере, чтобы вам было видно, на каком расстоянии вот, должны быть эти две затяжки, вернее, две утяжки. вот, и захожу я опять иголочкой, захожу сюда, намеченную, отступаю немножко, вот, и выхожу на заднюю часть сюда. чтобы держалась эта утяжечка, я сейчас еще раз ее пройду. видно. опять выхожу сюда, верхнюю точку. и вставляю в следующий. все, вот эта утяжечка, что заканчивается, убираю. не знаю, хватит ли мне ниток. наверное, сейчас оборву и вставлю другую ниточку. решила все-таки эту утяжку закрепить, потому что, если получится, потому что так мне потом будет тяжело работать, я возвращаюсь в эту точку. вот опять. и постараюсь закрепить. вот так. все, теперь моя задача каким-то образом закрепить эту утяжечку, чтобы ее не перетянуть. иголка большая. еще раз смотрю. уже как-то я ее закреплю. все, обрезаю ниточку. и смотрим на наше получившееся личко. лак для ногтей, и я немножечко приглажу. вот, по выступали такие вот, как волосики, и я их приглажу. и на просушку. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Приклеить основную в центре точку, а потом уже я ее буду дорабатывать. Продолжение следует... 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 так и такой обратный путь отступаю и сюда еще раз ну а у у у у у а у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, чтобы мне можно было потом ручку просто подтянуть за счет ее сгибаемости и опустить тоже. То есть, вот так я ее зафиксирую. Вот такое будет у нас крепление ручек. Клеиваем пистолетом сейчас это мы проделаем. У меня еще пистолет начал шалить. Ну, в принципе, я думаю, как бы... Так, все это очень нужно быстро. Так, все это... Теперь сделаем перечёску для этой куклы. Вот есть такая пряжа. Она такая очень интересная. И как бы она скручена довольно-таки... Не очень плотно, я бы сказала. И вот эта скрутка, она вот такая вот. Ее можно вот так вот раздробить. И получаются такие интересные, как бы волосики тоненькие. Я собрала и с ниточкой перевязала вот такую вот одну скруточку. Сделала две таких разных. Ну, почему бы делала две разных? Потому что я сейчас буду набирать прическу и буду смотреть. Мне будет, например, легче, чем когда, допустим, будет общий кусок. А может быть и общий неплохо. Но я сделала вот короче длине. И сейчас буду смотреть, как мне лучше сделать эту прическу. Это, допустим, будет челка. Вот я сюда ее прилаживаю. И можно ее уже пришить. Можно пришить, можно приклеить. Я ее сейчас подошью. Подшиваю там, где узелочек. Ну, можно так же и подклеить. И будет тоже хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Размер где-то 23 сантиметра. Сейчас прошью здесь вместе и продолжим. Вот так вот. 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 Продолжение следует... 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 И так, кусочек фатина, вот такого, даже я не знаю, фатин это или какой-то капрон, сложно сказать. Их много разновидностей. Я сложила несколько слоев для того, чтобы было создано такое впечатление пушистости и также интенсивность цвета. Потому что если будет 1-2 слоя, то этой интенсивности не будет. И такой вот объемности тоже не будет. 42 сантиметра у меня. Ну и плюс-минус 6,5 сантиметров ширина. Это такая вот приблизительная ширина. Я слаживаю. Можно вот так. Закреплю здесь, посередине закрепочка. Чтобы было удобно работать. И сейчас к этому украшению я пришью цветочек. Тоже эти цветочки. Мне рассказано, как сделать кукольные хитрости, чтобы не останавливаться на этом больше. Просто кусочек ткани я собрала и вот так вот украсила. Это же ленточка, которую мы сделали украшение здесь. И прикреплю ее здесь, вот посередине. Можно подшить, можно подклеить. Я сейчас подошью это украшение и соединю все части. И здесь я закреплю. Вот за цветочком вот здесь и закреплю. Здесь и не будет видно. Это такое можно назвать накидочка. Такая специальная, может быть это шарфиком можно назвать. Вот это уже не имеет значения. А это сделанная часть. Одеваем на куколку. И вот таким образом она выглядит. Это накидочка. Она хороша на тем, что как всегда ее можно будет убрать при случае, если захочется иметь вот в таком нарядном цвете, в виде с этой накидкой, значит будет эта накидка. Она съемная и это очень удобно. Еще такой подобный цвет, который будет сочетаться из фатина. Я сделала бантик. Ну просто его завязала. Вот. И решила украсить куклу здесь вот сзади платья. Подошью этот бантик. И будет очень такой нарядный вид. Можно его подшить, можно его подклеить. Это уже не имеет значения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь вот такие бантики. Точно такой же бантик, как я прикрепила впереди, вот на этой повязочке. Такие же бантики я прикрепила на синельную проволоку. То есть синельная проволока с бантиками. Это очень удобно для крепления. И в нашем случае это будет, конечно, в сочетании с украшениями, которые есть на этой кукле. Но как их переделать, сейчас посмотрим, чтобы это нам понравилось. Удобное крепление. Оно будет держать форму. За счет своего. Так вот раз, два и все. То есть очень удобно. Потому что можно снять эти, будет потом цветочки. Ну, вот где-то так. Она, когда будет стоять, будет по-другому спадать эти волосики. Ну, вот где-то вот так получился наряд у этой кукол. И для окончания образа можно уже выбрать и туфельки, которые мы сделали из пластика. Вернее, из фарфора. Мне очень нравится. Вот, допустим, вот такие можно одеть туфельки. Вот. Можно одеть такие туфельки. Наша куколка одета, обута, причесана. И уже готова для того, чтобы встречать гостей. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных мастер-классов. До свидания, до новых встреч. И мой девиз «Изменим мир к лучшему». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok